Канал Airsoft Mag — самый крупный русскоязычный канал, посвященный страйкболу. Если вы ничего не знаете о страйкболе, сразу заходите в раздел «Страйкбол для чайников». Также на канале есть много обзоров на страйкбольное тактическое снаряжение. А для поклонников игры DAIS, автор канала снимает любительский сериал. Присоединяйтесь, ссылка по аннотации в описании. Ребята, будьте активными, яркими и интересными. А самое главное — здоровыми. Приветствую! Сегодня никаких сюси-пуси, юмора или подколов. Лишь одно зло, ненависть и уничтожение. А также... Ну, заткнись! Пус! И не смей перебивать ублюдок, и быстродать мне, а не тебе. По опросу в моей группе обзора на заказ, народ выбрал бы гопаративных ранеток. Господи, за что? Ублюдочный хит от СТС, выходящий на протяжении двух лет, с 2008 по 2010. О пяти шмарах, пытающихся создать рок-группу. Хотя это и роком назвать трудно. Уж приличное время СТС зомбировал мозги тупых куриц от 12 до 16. Помню, когда я учился в школе, все по этому говну текли. Даже пацаны, мол, там блондиночка, ничего такая. Пять сезонов и 260 серий. Это ж уму непостижимо какой конвейер. Для примера, во все тяжкие. Тоже пять сезонов и 62 серий. Ранетки 260 серий. 62-260. 62-260. Я искренне ненавижу продукцию канала СТС. Мало того, что все их высеры делались наспех и низкопробно, так и клепались с бешеным темпом, как пирожки. От одних папиных дочек меня вратило, из-за чего на меня смотрели как на душевно больного. Разве что кухня ныне старается быть европезированным и стильным детищем, но это единственное исключение. И ныне всем забытые, нафигенькому ненужные ранетки с гордостью олицетворяют всю суть СТС-продукции. Бесконечная, пурпурно-милая, деньговыжимательная, суйма рекламы. Ну не знаю, я тампонами никогда не пользовалась. Фу, ладно. Поскорее отмучусь и дело с концом. Марабон телевизионной части 2 в действии. Погнали! Итак, сериал запузырился. И конечно за главной завесой зла стоит Кастафильм. Мастер коловыделительной ТВ-продукции, которой хомячки хавали. Благо они сейчас обанкротились. Ну да ладно. И начинается все с семейной драмы. Эта драма настолько драматична, что своей музыкой даже заглушает диалоги. Ну поговорите хочешь? Я не могу так. Ира, ты все неправильно вчера поняла. Что ты поняла? Сейчас первый день пойду в мастерскую, знакомиться с людьми, инженерами, конструкторами, чертежниками. Женщина, открузись, там же драма драмируется. И чёрт возьми, у меня нет никакой другой женщины. А может отец говорит правду? О чёрт, да давайте прилепим ещё сюда закадровое размышление тупых куриц. Придумаю. Ну или мне просто показалось. А они теперь расстанутся за мной. Что же я натворила? Прости меня, папочка. А ты типа не можешь вслух это сказать? Ничего, что у тебя тут родаки через мгновение разведутся. Ну, если жена отвиснет. Да, здравствуйте, Лиза. Чё ж так слабо, сразу бы сказал да, дорогая, чтобы никто ничего не заподозрил. Ну да хрен с ними, после динамичной заставочки мы попадаем, по-моему, в точно такую же квартиру, только с другими персами. Рот порвёшь. Пап, ну чё так пугаешь? Познакомьтесь, новая самка зовут вроде Лера, которая чуть не порвала рот. Это ты думаешь, что ты охотник, а для них ты самая заветная мишень. Нормально. Это мы ещё посмотрим. Больше ни слова не скажу. Собственно, здешний агент Шрейдер уезжает в командировку. И всё. Видимо, на этом драма кончается. Персы номер три, которые, походу, опять в этой же кухне сидят. Или они все в одной квартире живут. И как ни странно, но здесь главной героиней записался какой-то рыжий пацан, который, походу, рефлексирует из-за того, что родители не обращают на него внимания. Этот Митя хозяйский кошелёк. И такие люди, как он, полезны для таких, как я. Не, ну раз и так можно? У тебя же в первую очередь не человек интересует, а его деньги. Чувачок, ты знаешь о такой фигне, как бизнес-партнёры? Почему меня должно волновать душевное состояние моего партнёра? А, неважно. Полнейший успех. Комиссия в восторге. Савченко в экстазе. Выступает рок-группа Ронетки. Да мне по**уй. Что за название такое, Ронетки? А ещё и следователем собирается быть. Ронетки это такие маленькие вкусные яблочки. Мне чё-то больше не хочется вообще прикасаться к яблочкам. А откуда у тебя лак такой? И браслет этот. Я же вчера тебе целых 200 рублей дал. Ты что, вот на эту дребедень потратила? Отвечай, а где деньги? Я строгий родитель-деспот, я весь такой наглый, весь такой деспот. Дай здесь дочери человека вырасти. Она свой 16 лет 200 рублей на лак тратит. Прошмандовка безалаберная. Вам не понять. Вы не особенны. Вы как все. Что? Таки да, чтобы парню стать особенным, ему нужно красить ногти. Окей, учту. Я выберу из тебя эту оранжевую дурь. Ну вы поняли, он пацана на лосо побреет. Перед нами новая особа, и ставлю сотку на то, что эти действия снимались в этой же квартире. И всё. Ну ладно, удивительное раскрытие персонажа. Ну а тем временем наша блондоска вскакивает машину к парню, который мимо приезжал и решил, типа, го, подброшу до школы. Она такая, а, ну го. Ну а чё, он ведь такой же милый и красивый на Мерсе, рыцарь на жёлтом коне. Романтик-дэнс на дыре. В общем, на днях наши подружки отыграли для какой-то там комиссии концерт, попутно всем заливая, что их приняли на ура. И там был успех, и бабы хотят продолжить играть и наяривать. Ну что-то мне кажется, что на комиссии творилось что-то вроде... Сверчки? Совсем стыд потеряла. Потому что некоторых ухажёры с утра на машине в школу привозят. Да что, Людмила Фёдоровна, какие ухажёры? Я чуть-чуть проспала, поймала машину, последние деньги потратила, чтобы к вам на урок не опоздать. Ну, куда ты пошла? Я ещё недообсуждала твою личную жизнь на виду у всего класса, а ну вернись. Ты мне свои законы. Произвол. Вообще-то не очень смешно. Кто-то сказал? Кто такой умный выискался? Ну я. У них в классе над любой хернёй, сказанной за аудиторией, принято смеяться. Дамочки. Ты слов нормальных не понимаешь! Бум! Дамочка, спокойнее, твоя математика никому не всосалась. Хотя бы я такой тётке, наверное, в школе шугался. Да мы для неё все идиоты. Ну неудобно как-то получилось. Она всё-таки учитель. И что с этого? Ей всё время нужно себя преодолевать. Пожалеть её. Оооооой... Прошло полчаса, я уже понял, чем в своё время сериал заворожил. Он как бы на стороне учеников, то бишь целевой аудиторией. Смотрите, какие у нас пои дети. Не терпят оскорблений, смиренно сидят. И писка не издают. Все такие правильные, а учителя паскуды убойные. А детей никто не понимает. Лицемерие, ублюдство и жеполизость. В географе, который глобус пропил, нам наглядно показывали, что никто не идеален. Тёмные стороны есть как у учеников, так и у учителей. Получаются некие симбиозы взаимодействия героев между собой. Они не поддельные и живые, а здесь, ну, лишь нахальное желание подлезать с любой аудитории. И у них это удалось, коль сериал взаимел успех. Ну ладно, может сериал мне будет неким справочником, чтобы закатрить 16-леток, и я узнаю все сокровенные тайны, а? Ой, это мне? Откуда ты знаешь, что я их люблю? Смотри, собачка. Что это значит? Эм, нет, спасибо. Я, пожалуй, пойду. Двумя руками за. Мы даже песни новой сочинили. У нас и название есть. Ранетки. Мы сыграем по языкам... Пожалуйста, заткнись, и хори говорить сквозь зубы. Ты что, такой-то рарам? Они все ушли с рок-оборзовой. Наташка, он меня в ресторан пригласил. А потом я теперь девушка серьезная. Настолько серьезная, что к первому встречному в тачку прыгаешь. В общем, библиотекарша клеится к физруку Физрук клеится к малолетке Рыжий идет на курсы медитации Бландоска тусуется с губастым в ресторане Скейтбордист клеится к девке И она... А если еще раз будешь к моей девушке подкатывать? Сам знаешь, драться будем Что? Она твоя девушка? А ты что, забыл? Не помнишь? Я ее забил Я пытался тебе все объяснить Ну если ты, конечно, мне не веришь, я уйду А в итоге все возвращается в исходную позицию Папа не уходит из дома девки Героиня такая Что же я наделала? Черт, какая я плохая Ну ладно, интересно ли мне развитие этой Санта-Барбары? Давайте лучше глянем Может сериал эволюционировал за этот небольшой промежуток времени? И поедемте во второй сезон И начинается все с рыжего пацана У которого какие-то проблемы с животом Что ела? Может быть ты и съела что-нибудь такое экзотическое? Вот Вроде бы нет Так, понятно С циклом у тебя что? Нормально вроде Ну что, серьезно? Мне должно быть интересно, какой там цикл месячных рыжего пацана? Скажи честно Беременна? Пожалуйста, можно я выйду? Милый Эмильен, без ваших 20 килограммов мы все равно не взлетим Да, многое я пропустил Женя Алёхина, у меня на уроке в обморок грохнулось Еще хорошо, что медсестра ее быстро в чувства привела Черт, за это время что? Ржуха стала персоной number one? Почему все кругом обсуждают, что она в мегпункте и с хрена ли? Мне это должно быть интересно Понимаете, у него обморок, таблеток для похудания Ну признайтесь, вы его в возрасте тоже открывали Медицинские учебники только для того, чтобы Ознакомиться с репродуктивной системой человека Поживай, поживай, поживай А тем временем училки спорят с поварехой, что та плохо готовит и дети травятся Твою мать, это только второй сезон, а идею создателей лопнули как мыльный пузырь, еще даже толком не надувшись Что? Я сколько здесь работаю? Я что, продукты не могу отличить, что ли? Нет, ну... Ну? Нет, ну просто всякое же бывает Но я тоже иногда переложу Соль Бу-бу-бу-бу-бу, мы смешные, да-да-да Женечка, ну как ты? Да все отлично, я совершенно нормально тебя чувствую Да мы уже поняли, что с ней все хорошо, мне насрать Коля, вот серьезно, если бы я была полненькая, ты бы так же за меня волновался или бы сразу перестал летать? Споришь, что продолжил бы, и бы у нее была бы своя гравитация? Хе, пошутил, ну давайте пять, ну... Ну, я пытался Во мне тебе интересна моя внутренняя красота, то есть я прекрасна душой? Почему только душой? Ты вообще прекрасна Со всех сторон Мыть обморок от одного средства, которое я принимала Противозачаточное? Может, хватит уже? Пол серии прошло, мне пофиг, что с рыжим Хоть пусть днем чужой живет Плевать, сюжет двигать будем Такое активное внимание к персоне плохо скажется на ее будущем Живу на съемной хате, выпиваю, что нальют Разговоры в интернете, меня не ебут Ну я ж говорил Нет, я не это имел в виду, двигать сюжет не значит музыкальная пауза Ты что, акапелла поешь? Барабань, твою мать! Ааа, видимо, съемки перенесли Но это не беда, какая разница, снимешься в рекламе, страйзик? Чего? Я? Да за кого ты меня принимаешь, чтобы я стала это дерьмо рекламировать? Вот, бери и одевай все, что хочешь Шампоны ОБИ подходят для всех Пора бы это давно знать Вы поглядите на него Это же Бизон Наш крутой байкер Настоящий суровый мачо Вы там рекламу снимаете или что? Ты меня обманул А, это вы реально, типа, ссоритесь Ну ок Что это за жиревший эльф? Господи Сегодня мне позвонила твоя мама И от одного голоса ее мне стало страшно Она просто стирала твою одежду и в кармане нашла презерватив Ну, в моем возрасте у всех девчонок есть отношения с парнями И это абсолютно нормально Но я еще не нашла такого молодого человека, с которым мне бы хотелось, ну... То есть, типа, ты ищешь свою любовь И если что, ты презик наготове держишь? Мать твою, на чем росло это поколение? Вся серия посвящена тому, кто там беременен, а кто нет Что телка носит в кармане гандоны Чему учил СТС в то время? Почему 60% современных девушек отбитой тупой курицы? Да потому что то тупая шмара показывала, как полезно носить с собой презики То это визжащая вонючая малявка из папиных дочек, как перчатки парней меняла Приоритеты-то меняются, госпожа и госпожихи А зомбоящик всех хомяков зомбирует Благо, сейчас стало немного полегче С глобальным распространением интернета и годного контента Общество хоть немного, но начинает шевелить мозгами И сами выбирают, что смотреть Да и на ТВ уж лучше кривляющийся на Гиев, чем это Что? Бла! Так, прошу прощения, мы немного отвлеклись Короче, мой байкер оказался полным фуфлом А что он натворил? Я же считала его байкером Он нравился мне тем, что отвергает всю эту попсу и гламур А оказывается, что ему совсем не стыдно навариваться на этом гламуре Девочка, тебя должен привлекать сам человек, а не то, чем он занимается Или если чувак байкер, да к тому же такой стрёмный, так сразу к нему в объятия лететь? Ведь мы же все тут такие неформальные, не такие как все, мы, понимаешь, рокерши Давление пара в моём пукане накаливает Слушай, Жень, я тебе не рассказывала Сегодня приходил твой историк, ну вот этот, как его? Игорь Леевич Вот, он самый Зачем? Ну, переживает за тебя Ну что за меня переживать? Он приходил говорить о своём предмете О каком предмете? Девушка, ты юнтая, что ли? Жень, ну что с тобой сегодня? Ну включись Да не, просто ПМС-алерт Детки, это самое большое моменте счастья А иногда единственное Ну, ну что ты такое говоришь? Ну всё ещё будет хорошее Бабень, хватит делать губки бантникам и делать вид, что ты играешь в драму Одна вечно залипает, у второй синдром хромой утки У третьей рвение кидаться в постель к байкерам Становится жарко Что же нас ждёт в третьем сезоне? А в третьем сезоне брутальный физрук превратился в брутального кинопродюсера Что? Шоу-бизнес так утомляет Ага, все эти интервью журналисты Мне надо семью содержать Пошёл нахуй Итак, сериал Пти Пёздых в данный момент нам рассказывает о том, как одна училка думает выходить замуж или нет Мажор физрук всё хвастается секлянно-окольной улыбкой, будучи продюсером Родители рыжие открыли ресторан И боже мой, как мне насрать Ты чё рвёшь? Я отказала Милославскому Фу на вас Так, мотаем Я могу уйти? Да, конечно Только Я хотел, чтобы ты помнила, что У тебя есть я К чему мне показывать эти тесно дружеские перепалки между телкой и учителем? Не будут же они... АААААААА! Твою мать, сериал! Да что с тобой? Что за педофильё? Создатели, у вас совсем мозгов нет? А ты пидорас или педофил? Этому роману аж группы ВКонтакте посвящены. Как и Эмили, обожаю их. Они так подходят друг другу, а кто со мной не согласен, получит в дыню. Сдохни, Серёв, сдохни! Интересно, на каждую серию парня менять или раз в 10 серий? Аж интересно. Стас, я забыла тебе кое-что сказать. Меня пригласили учиться в Англию. И ты мне это вот так посреди улиц сообщаешь? А где мне ещё тебе об этом говорить? Лера, я тебе поражаюсь. Уезжаешь в другую страну. Наверняка надолго. И вот так вот мимоходом, да? Этот конфликт в скупе с актёрской игрой просто сияет бриллиантами. Сюжетные перипетии здесь бьют вам в дыню ещё более унылий и крыхтя, чем удары Митя Рурка на его последнем бое в Москве. О, как зарулил. Знаешь, мне кажется, что со взрослыми мужчинами гораздо проще, чем с этими мальчишками. Я тоже начинаю так думать. Да действительно. Лучше с мужиками, чем с мальчишками. Скачать без регистрации смс МП3. А потом непонятки со Стасом. Обиделся на меня. Видите ли, я ему эту новость не так сообщила. Боже, какие же всё-таки мужики пошли, а? Трепетные, аж противно. Да ещё и врутку же, девчонок. Ой, не говори. Я, пожалуй, поставлю на этом паузу и оставлю мудрых женщин наедине. А мы, трепетные, обидчивые, пожалуй, заткнёмся. Ведь при бледухе, меняющей каждые пять серий парней и девки, сосущиеся с сорокалетним мужиком, виднее. Да. Безрызненький мужик. Сантехников, ранеток, гинеколог. Ай, ну да ладно. Честно говоря, мне даже немножко страшно. Вы не переживаете, если я вас упушу, чтобы стать и бессмертной. Одни мы как дураки сюда припёрлись. Лучше бы на ранетках остались. Какие конченые люди. Как у вас тут всё здорово-то, а? Просто как в сказку попал. Ну а что вот если вместо этого праздничного ужина мы с тобой уединимся, а? Господи, а это ещё кто? И почему меня должны волновать любовные тяжбы 50-летних дядек? Я пришёл сюда смотреть на любовные тяжбы малолетних куриц. Что за подстава? А потом я, наверное, в бар пойду и напьюсь в синьку и буду лапать мужиков, чтобы отличь себя от мыслей о ранетках. А потом меня изобьют до полусмерти и бросят гнить в канаве. И меня сожрут крысы и лютоволки. Это самый достойный вариант, чтобы избавиться от этого кошмара. Не знаю, скоро ли у нас можно видеться снова. А ты где работаешь? Я порноинженер. Порноинженер? Порноинженер. Инженер? Порноинженер. Ну да, благо ты и похож на эстонского порноактера. Да и вообще не врубайся, кто вы такие. Так, что он пил? Щелье. Вот это, компот, вы уверены? Да, мы уверены, потому что мы все и не видели, да. Но этого не может быть. У Мирослава такое происходит только в одном случае, если он выпьет хоть каплю алкоголя. О, зашибись, конфликт. И собрались они в одной комнате обсуждать, кто подлил алкоголь в компот. Жанна, говорите, кого вы видели? Ее. Что? О боже, в компот подлила водки та? Кто его варил? О боже! Я просто хотел сказать, что наши с тобой отношения скоро перейдут на новый уровень. Подожди. На какой новый уровень? А наш королевы тем временем поют. Лен, ну пожалуйста, ну такая классная песня. Аня, я же тебя просила. У меня слишком плохое настроение. Ну почему? Ой, все. Ну почему? Потому что. Ну благо овчарку подменил физрук, который помимо спортивных, продюсерских, актерских и режиссерских навыков, так же еще и музыкант. Ну просто золото. Ах да, он же еще и педофил. Тройной самородок, который всем покажет небо в алмазах. Ну на этом конфузы не заканчиваются. Ничего, ничего, еще увидите. Ну, мне кажется, это был бы самый логичный финал. Ну да, в моих пурпурных мечтах. Опять полюбил? Правда? А кого? Тебе. Бараванная дробь и парень номер 126 в действии. Господи, этим телкам нужно свое шоу. А, ну да, эстэш же не может не наживиться на любом клубке пыли. Это, кстати, финальная серия четвертого сезона. Существует еще и пятый, но слава Янцам нигде в торрентах или онлайнах я не смог это найти. Или просто не захотел. Ну ладно, чем там это все заканчивается? Ты очень мне нравишься, но, как друг, понимаешь, не больше. Да, ты же трахалась с продюсерами, байкерами, пацанами школы, пьяным бомжом Серафимом. И этого парня к ебеням посылаешь. Ах да, у тебя же там еще есть кто-то. Ну да, валите, ну да, соситесь физруком. О боже мой, давайте трахнитесь прямо здесь, на улице, перед девками. Теперь это будет совсем другая история. Идите вам в задницу со своей другой историей. Главная моральная история этого сериала. Ебись со всеми направо и налево, но близких людей кидай в френдзоны. Носи всегда гандоны на готове, рекламируй тампоны и нахуй сверстников, ведь 40-летние мужики лучше. Пошла в жопу эта мыльная опера. Сдохни, тварь. Тупые ориум-гутанги, которые создали это. Жалкие обезьянны. Спасибо, что уничтожаете любую клетку мозга нашего общества. Сэм, кажется, ему пора вернуться. Я найду тебя. Что?